Добрый вечер, Самара! Это прямой эфир телевикторины под знаменем дружбы в студии Юлии Черняева. Сразу-сразу сообщу наш телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните прямо сейчас. Наша необычная викторина начинается и посвящена она юбилею улицы Старозагора. Каждый из вас может принять участие и выиграть призы. Кстати, о призах. На них на самом деле можно смотреть бесконечно, потому что это настоящий эксклюзив. Такого точно не будет ни у кого. Серия этих подарков, которых мы, конечно же, будем вам дарить с большим удовольствием за лучшие и правильные ответы, была выпущена специально к юбилею улицы Старозагора и как раз к юбилею русско-болгарской дружбы. И может остаться вам на добрую и долгую память. Ну что, вопросы я буду задавать не только по известной Самарской улице, они также будут захватывать историю русско-болгарской дружбы, факты о Болгарии и факты о нашей любимой Самаре. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните, поиграем. Ну а пока я вам представлю с большим удовольствием нашего сегодняшнего эксперта. Итак, с нами здесь заместитель директора по научно-методической работе школы номер 132, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Оксана Скачкова. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер, Юля. Добрый вечер, дорогие телезрители. Любитель и ценитель Болгарии, как выяснилось. И не только Болгарии. Да, вообще всего славянского, всего, что связано со славянством и с Болгарией в том числе. Ну, у вас, тем не менее, школа-то 132-я сейчас принимает свои такие вот доброжелательные стены в Болгарии. Я знаю, делегации приехали на ваши славянские стены. Да, мы вчера их встретили уже и сегодня они уже выступили в секциях. Ну а вы бывали в Болгарии? Да, я бывала в Болгарии, правда, было это достаточно давно, еще в детстве. Но у меня остались самые прекрасные впечатления. Мы там были около двух недель. И для меня вообще Болгария до сих пор остается такой страной-сказкой. А каждый год, общаясь еще и с нашими гостями из Болгарии, я всякий раз убеждаюсь, что действительно страна чудесная и люди там очень хорошие. Ну, кстати, друзья, если вы сейчас хотите свои силы проверить в знании истории, в знании каких-то интересных фактов о Болгарии, России, Самаре, городе-побратиме Старозагора, звоните 202-11-22. Давайте посмотрим на призы, дорогие друзья, потому что, как я уже сказала, на них можно смотреть бесконечно. Можно отхватить себе лакомый кусочек чего-то такого, мне кажется, хорошего, памятного, на добрую, долгую память. Они с символикой как раз-таки проекта. Видите сейчас, что такого ни у кого точно не будет. Звоните 202-11-22. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я там Елена. Очень приятно, Елена. Какой же, наверное, вы сейчас нам хотите дать ответ по улице Старозагора? Живете ли вы на ней? Не живу, но у меня там живет много друзей, знакомых, часто бываем, гуляем. Ну, тогда давайте я сейчас вам расскажу, какие категории мы сегодня приготовили, чтобы вы что-то выбрали для себя. Готовы? Поехали. Итак, традиционно у нас в этой теме играют рубрики вот какие. Самарское знамя, очень интересная тема. География Болгарии, обряды и традиции, личность в истории, тоже так или иначе она связана с Болгарией. Фото, вопрос. И говорим по-болгарски. Что же мы выбираем? Давайте говорим по-болгарски. Говорим по-болгарски. Хорошо. Выбираем эту тему. Тут такая интересная история случилась. Попытаюсь вам ее сейчас рассказать. Существует в Болгарии поверье. Некая баба, вот именно так ее и называют, баба, есть у нее еще имя, она является старшей сестрой двух братьев. Ну и, собственно, это большой сечка, так называют его в Болгарии, и маленький сечка. Старший брат, охотник, рыбак, любитель побродить по зимним горам и долам. Работа у него тяжелая, ветры гонять, тучи сгущать, снегами повелевать. Младший брат во всяком помогает своему старшему брату. Брату всюду с ним ходит, во всем помогает, но вот сильно устает и замерзает. В Болгарии праздник этой бабы, любимой и долгожданной. Жители первого числа каждого месяца, посвященного ей, вывешивают что-нибудь яркое красное на улицах, в окнах, надевают одежду какую-то тоже яркую красную. Вот мы сейчас видим на экране такая милая, вполне себе бабулечка. Вопрос мой звучит следующим образом. Назовите имя этой бабы, а также имена ее вредных братьев. Как вы думаете, Елена, что же это за баба такая? Ну, честно говоря, не уверена, но вот, судя по фотографии, ну, это что-то связанное с весной, потому что, обратите внимание, у нее в руках подснежник, ну, или какой-то там такой весенний цветочек. Да, в лукошке у нее. Подснежников. Так, соответственно, ее вредные младшие братья, точнее, да, старшие братья, как их можно назвать? Ну, это вот как раз, когда холодно, мы говорили, когда там ветры в юге, наверное, январь, февраль. Это правильный ответ, действительно, баба Марта, и, соответственно, январь и февраль ее вредные, холодные, всех поглощающие льдом и холодом братья. Спасибо большое вам за ответ, большое спасибо. Ну, так вот, Оксана, первая наша дозвонившаяся, как вы считаете, полный ли ответ? Сообразил практически наша телезрительница на ходу? Я думаю, сообразила на ходу, и то, что она даже настолько внимательной оказалась, увидела цветочки весенние, я думаю, она достойна приза. Ну, мы знаем, что, например, все-таки цветочки, посвященные Болгарии, так или иначе, ассоциирующиеся у нас с ней, у нас даже на улице Старозагора, есть мозаика, посвященная этому цветку. Вот, прямо, Оксане, ты задаю вопрос, что же это за цветок такой? Роза, конечно же. Вот буквально хвастались сейчас за эфиром, что болгары привозили в качестве подарков, да, что-то такое. Розовое масло, да, это самый главный, наверное, сувенир, который всегда привозят из Болгарии, розовое масло. Ну, или мыло тоже такое душистое. Ну, вот, друзья, если вы тоже знаток-ценитель, звоните 202-11-22, телефон прямого эфира, я думаю, что с большим удовольствием мы будем принимать ваши звонки. Есть у нас телефонный звонок, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Марина, очень приятно. Марина, так, вы наверняка уже видели все наши категории. Какую категорию выбираете вы? Ну, давайте Самарское знамя. Самарское знамя, ну, какой сложный вопрос выбрали. Вы настоящий молодец. Ну, сейчас предлагаю посмотреть на экран своего телевизора, и что же мы там увидим? Мы увидим там флаг Самарской области. За основу флага как раз-таки было взято то самое знаменитое Самарское знамя. Оно было изготовлено монахинями Иверского нашего монастыря, как символ поддержки, дружбы и единой веры. Было вручено болгарским ополченцам в мае 1871 года. Они как раз-таки сражались с ним в период русско-турецкой войны за Старозагору, Новозагору и за Шибку. Еще раз предлагаю посмотреть на фотографию Самарского знамени. Мы видим, на фото есть изображение Иверской бога-матери. А также вот слева на знамени изображены тоже две известные исторические личности, так или иначе связанные со славянской, может быть, какой-то культурой, и с Болгарией в том числе. Как вы думаете, кто это? Молит Борис, или нет? Так, а по-вашему, каким образом Борис и Глеб относятся к Болгарии? Давайте посмотрим внимательно еще на картинку. Видите, они там стоят с какими-то книгами, может быть, с чем-то таким. Может быть, вы знакомы даже с теми людьми, которые изображены на этом знамени. Может, Кирилл и Мефодий? Ну, это, конечно, Кирилл и Мефодий. Всего-то навсего нужно было более внимательно посмотреть на картинку. Это правильный ответ. Вы настоящий молодец. Знаете ли вы, что изобрели-то, собственно, Кирилл и Мефодий? Славянскую письменность. Славянскую письменность, конечно, и в своем роде они сделали Болгарию центром славянской письменности, славянской книжности, когда вот, собственно, занимались этим замечательным делом. Спасибо вам большое, Марина. Ну, вот такой ответ. Сначала чуть-чуть стушевалось. Да, чуть-чуть. Но, тем не менее, историю человек знает. Молодец. Да, можно похвалить за это. Да, для тех, кто, может быть, чуть-чуть более интересуется какими-то вопросами, связанными с Самарским знаменем, на Красной полосе, на Златошвейке, Иврского Самарского монастыря вышли «Слава болгарскому народу» в 1876 году. Вот такое, мне кажется, нужно знать, ценить и помнить. У нас еще есть категории, которые не играли. Это фото-вопрос. Это география. Это личность в истории. И думаю, что как раз-таки вам в любом случае нужно обряды и традиции выбрать, если вы так или иначе знаете что-то о Болгарии. Есть звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Иван. Очень приятно, Иван. Ну вот, девчонки-то вас опередили. Все хорошие, на мой взгляд, вопросы расхватали. Вам сложные достались. Какую категорию вы выбираете? Категория исторической личности. Ох ты! Мужчина замахнулся на историческую личность. Что ж, давайте-давайте. Сейчас мы тоже посмотрим на экран. Такая небольшая вам будет фотоподсказка. Персонаж этот происходил как раз-таки из древней Фракии. Нынешняя как раз-таки территория Болгарии. Непобедимый вождь, рабов, гладиатор. О нем написаны десятки романов, поставлены многие спектакли, сняты кинофильмы. Среди них роман болгарского писателя Тодора Харманджиева. Фракиец из племени Медов. От Медеи произведено название этого племени. Имя этого фракийца известно каждому любителю спорта. И болельщику в том числе. О ком же речь, Иван? Скажите нам, пожалуйста. Я знаю только одного фракийского рабового гладиатора. Это Спартак. Спартак? Ну, видимо, я погорячилась, назвав, что у нас остались самые сложные вопросы. Так просто было ответить на этот вопрос? Ну да, можно. Ведь очень долго сняты фильмов. А также есть много любых. Какие-то небольшие у нас проблемы со связью. Но, тем не менее, вот сразу человек догадался. В любом случае, это правильный ответ. Я думаю, что стоит засчитать. Спасибо вам большое, Иван. Друзья, 202, 11, 22. Есть у нас еще немножечко времени для вашего звонка. Принимаем. У нас остались категории обряды и традиции. Фото вопросов. Но, мне кажется, простейший для любого самарца. Ну, как вам ответ Ивана, Оксана? Ну, Ивана вообще можно похвалить за оперативность. Потому что человек сразу догадался, без подсказок. Ну, хотя, наверное, немножко в вопросе-то были подсказки. Ну, я старалась исходить вообще из того, что по минимуму делать какие-то подсказки. Но, тем не менее, наша цель благая, просветительская в том числе. Да, и очень радует, что люди узнают какие-то новые сведения об уже известных им личностях. Да, мы сейчас увидим на экране наши подарки. У нас остается буквально несколько минут до конца нашего эфира. Звоните 202-11-22. Станете обладателем уникальной, действительно, символики, посвященной юбилею улицы Старозагора. Как она изменится в этом году, мы будем наблюдать лично. Все сами вместе расцветет, заблагоухает розами. А их обещают высадить тысячи по улице. Скверы новые, какие-то небольшие ландшафтные формы. Я думаю, что это действительно будет большой подарок для нашего города. Ну, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Предлагаю, наверное, сейчас немножко поиграть с нашими зрителями и показать фото-вопрос. Может быть, кто-то угадает из пыла, жару, ответит. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валерия. Очень приятно. Валерия, какую категорию выбираете? Фото-вопрос. Фото-вопрос. Ну, как раз-таки мы про него и говорили. Давайте посмотрим на экран. Что же это у нас будет за удивительное здание? Между прочим, находится оно в Самаре. И что же вы думаете? Ну, это же, конечно, в Иверском монастыре. Бывали там? Да. Ну, вот так вот и правильно ответ к нам прилетел. Действительно, именно там, в Иверском монастыре, было вышло то самое знамя. Здорово, что вы так вот с фасадов узнаете действительные памятники, архитектуры, знаковые места. Оксана, ну, время подводить итоги. У нас 30 секунд до конца эфира. Что, как вы считаете, кто же заслужил наш приз? И правильные какие-то вот ответы вас больше всего удивили. Ну, я не знаю, меня, конечно, больше всего порадовал последний ответ. То, что человек знает город. Это, наверное, самое главное. Вот. Ну, и я не знаю, как-то вот мне больше понравился еще вопрос Елены про Бабу Марту. То есть человек тоже так сходу. Да, не, ну не просто сходу, а так очень серьезно. Кому приз отдаем? Наука обратная. Ну-ка, наш эксперт, все-таки. Так, ну давайте. Очень сложно выбрать, если честно, очень сложно. Кому? Давайте за последний фото вопрос. Это будет Валерия. Спасибо вам большое. Мы прощаемся. До следующей пятницы. Редактор субтитров А.Семкин